Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, мы занимаемся выращиванием винограда более 10 лет. Наша коллекция составляет более 250 сортов и гибридных форм, и нам есть чем с вами поделиться. Итак, сегодня разбираемся в том, какая шпалера лучше – одноплоскостная или двуплоскостная. И прежде чем мы поведем наш разговор, давайте решим с вами несколько простых математических задачек. Если мы посмотрим в характеристики некоторых сортов, просто это прописано не для всех, то мы увидим такую рекомендацию в нагрузке – 30-40 глазков. И вот вопрос, какое расстояние нам нужно, чтобы разместить эти самые 30-40 глазков, даже с расстоянием в 10 см. Да? Посчитали. Задача вторая. Стандартная формировка куста – это 4 рукава. Ну, так вот, как правило, да, конечно, их может быть привели ко множеству. Но это 4 рукава. Вопрос, как 4 рукава разместить на одной плоскости? То есть у нас получается 2 в одну сторону, 2 в другой. Конечно, есть вариант, я специально сейчас стою возле молодого кустика. Вот у нас 4 плодовые стрелки, куст молодой. Поэтому это побеги выросшие в прошлом году. Вот они разошлись в разные стороны. И как раз прекрасно улеглись на 2 плоскости. Конечно, можно формировать вот сюда, в центр. Их заворачивать, если бы у нас все это было на одной плоскости. Но, честно говоря, это не всегда удобно. Это не всегда функционально. Если мы виноград укрываем, то тоже это не совсем удобно. Конечно, каждый решает сам, вообще выбирает то, что удобно ему. Но, так или иначе, если мы заворачиваем вот так вот внутрь, вот смотрите, схематично это выглядит вот так, то есть определенные неудобства. Соответственно, если мы имеем 2 плоскости, то вот эти 4 рукава у нас спокойно по ним раскладываются. И никто никому не мешает. В случае, если у нас плоскость одна, то мы получаем вот такую картинку. То есть, 2 побега, 2 лозы, привязаны на одной проволоке. Конечно, мы тут будем делать проломку зелеными побегами. Но, понимаете, закон подлости. Часто что происходит, я сейчас приближусь. Вот здесь у нас хорошо. Между ними есть расстояние. А дальше часто бывает, что, как бы мы ни старались, почки от одной лозы и от другой попадают в одно место. И по закону подлости здесь у нас будут самые лучшие побеги, которые уже, ну, вроде как, друг другу мешают. То есть, понимаете, на одной плоскости разместить все это гораздо сложнее. Конечно, да, можно там делать большую проломку. Кто-то вообще через 30 сантиметров на одной плоскости оставляет побеги. Можно. Насколько рационально использовать такую плоскость, это уже вопрос другого порядка. Основная претензия, которую предъявляет к двуплоскостной шпалере, это то, что там будет загущение. Ну, смотрите, вот, конечно, здесь у нас мы вообще жаденны. Мы формируем кусты по 8 рукавов, мы делаем усиленное плодовое звено, мы всегда оставляем запас почек, запас плодовых лоз, чтобы потом выбрать самое-самое лучшее. Для чего нам может быть нужно большое количество плодовых стрелок? Дело в том, что некоторые сорта могут очень плохо закладывать урожай. Есть такое понятие коэффициент плодоносности, это отношение почек с гроздями к общему количеству. Так вот, от сорта к сорту этот показатель варьирует, и у кого-то может быть мало вот этих самых плодоносных почек, ну, плодоносных будущих побегов. И поэтому нам надо, чтобы у нас была возможность выбрать, если мы условно оставим там 2 плодовые стрелки, ну, даже каждая, допустим, на 10 почек условно, да, у нас там может быть только по 5 плодоносных побегов, всего лишь, то есть, понимаете. А так, чем больше мы оставили, да, тем больше у нас возможность выбора. И побеги мы размещаем через 10 сантиметров. Да, у нас действительно густо, никто не мешает на двух плоскостях разместить меньше всего. Вот, как, например, здесь, с этим молодым кустом, смотрите, у нас 4 плодовые стрелки. Спокойно разлеглись по плоскостям. Абсолютно никто никому не мешает. И даже если мы на них оставим каждую почку, они совершенно не будут друг друга затенять. И проветривание здесь тоже будет хорошее. Поэтому 2 плоскости это дополнительная возможность более комфортно для себя разместить побеги. Всего лишь. Как их нагружать, вопрос другого порядка. То есть, можно грузить, как мы, много. я покажу. Вот старые кусты. Вот как там. Все плотненько, да? Не обязательно делать вот так. Можно сделать вот так. Спокойно разложили, потом еще выбрали лучшие побеги. У вас остается большое расстояние между зелеными побегами. теми, которые вот здесь вот из почек начнут расти. И все будет и шикарно проветриваться, и шикарно освещаться. То есть, вопрос проветривания освещения это лишь вопрос нагрузки. Но никак не плоскостей. В любом случае, на двух плоскостях разместить всегда проще, чем на одной. Мы одну плоскость используем вот только в три стенках. Все, потому что здесь уже, ну, вторая вообще никак и никуда. А все остальные шпальеры у нас везде две плоскости. Но двух плоскостей есть один реальный минус. Это затраты на создание как самой структуры шпальеры, да, так и на ту же проволоку. Ну, проволоки надо в два раза больше. Так что тут, да, это действительно минус. Поэтому здесь надо руководствоваться вашими возможностями. Как физическими в плане строительства, да, той же шпальеры. Например, вот я показываю у нас шпальера возле дома, да, самое простейшее устройство. Единственное, что все-таки чуть-чуть больше от дома желательно отодвинуть, чтобы было лучше. Проверивание. Можно даже вот так делать. То есть, конечно, вот так сделать гораздо проще, чем делать шпальеру с двумя плоскостями. Или вот шпальера возле беседки. Ну, здесь тоже одна плоскость, здесь вторая никак не пойдет. То есть, на самом деле, вопрос одной или двух плоскостей, это вопрос как бы ваших ресурсов трудовых, материальных в плане создания вот этой инфраструктуры. Все. Вопрос густоты здесь, ну, такой, честно говоря, надуманный. При том, что вот эти же две плоскости у нас тут сколько, наверное, внизу, сантиметров 50, вверху, я не помню, там 60, может, чуть больше. Можно развести ведь еще больше, еще шире. И там вообще будет и шикарное проветривание, и шикарное освещение. То есть, все в ваших руках и смотрите всего лишь на ваши возможности. Что вам удобнее, что для вас практичнее, то вы и выбираете. То есть, на самом деле, они не лучше, не хуже. Просто у двух плоскостей несколько больше возможностей, чем у одной. то самое важное, что я хотела сегодня для вас донести. Ничего не лучше, ничего не хуже. Лучше то, что удобно вам. И на самом деле, вообще, виноград можно выращивать и без шпалер. Существует без шпалерной формировки. Кто-то, может быть, захочет выращивать на перголах, там совершенно другие принципы. И вообще, виноград можно выращивать даже на колях. Раньше его так и выращивали. Просто каждому зеленому побегу приставляли колышек, и все, никаких шпалер. Поэтому вы решайте для себя сами. Я вам огласила некоторое удобство того или другого, а вы уже решайте сами, что удобно и что наиболее подходящее именно вам. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов винограды и наши контакты. И до новых встреч!